Что такое цирк? На это вопрос каждый откажет по-своему. Однако для многих это место, любимое из детства, где махчимое шарауництва и где каска становится реальностью. Цирк имя Валерия Абеля, это, правда, уникальная зъява. Заслуженным аматорским коллективом нашей краины гонорация и дети марать трапить сюда. Меня привел дядя, и сначала я просто сидела на скамеечке, не знала, чем заняться. Потом меня начали развивать, гимнастикой я начала заниматься. Раньше тарелочкой тоже начала крутить, так я и начала заниматься. Я могу обручи крутить, диаболу, тарелочку, и пока больше ничего, но стремлюсь еще к другим многим успехам. Артистам цирка быть не просто. На сцене мы бачим веселых, энергичных людей. Их номеры сдают, и сдаются, что они могут усе. Однако мало кто ведет, какая тяжкая и напруженная праца попередничает у шестью на цирковый Олимп. Не глядяши на их виртуозное майстерство, гэта упершую чаргу простые люди, у яких так само бывают проблемы и дрэна настрой. А лекали выходишь на сцену, то необходно проявлять актерский талент, забыть об усим и радовать публику. Такие ситуации бывают, но перед номером просто стоишь, слушаешь музыку, начинаешь двигаться, начинаешь сам заряжаться, это все делать. Даже с партнершей стоим, начинаем как-то пританцовывать. Заряжаешься этим, а потом выходишь и даришь это массой. Выступления поветерных гимнастов, эквилибристыка, клоунада, акробатика, иллюзион. Жанровая разностайность Диуляя. Глядяшам так само представили эксклюзивный аутерский концертный номер – оркестр. На сцене одночасово знаходилися усе жанглеры коллектива, які быцем проставляли сабой один и симфоничный оркестр. Своим сенешним поспехом коллектив обавязаны своему засновальнику Валерую Абелю. Гэта бут человек полностью захоплены своей справой. И он был вядомым иллюзионистом, однак замежами церковой арены яго инакше их саправдным чаровником не называли. Валерой Абель покинул после себя великую спадшину семейную справу уже некольки десяти годзил, протягивая дочка Татьяна. Янага нарыться тем, что отрымалась зарабить, однаку пыль не на что напереде чекают новые вышины. Каждые, например, пять лет мы подводим какой-то рубеж своему творчеству и идем к нему. И сегодня я могу сказать, что мы это выполняем с достоинством. Потому что коллектив очень известен, коллектив востребован и нам есть что показать. Одно очень большое пожелание, которое Татьяне Валерьевне высказывает уже не один год, говорить о том, чем они занимаются, говорить о том, чего они достигают, говорить о том, что они собой представляют. Не стесняться, потому что на сегодняшний день, ну, есть такое выражение, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, а их есть за что хвалить. Это действительно уникальный коллектив, это уникальное явление, и мы гордимся тем, что он есть. Дмитрий Котов, Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, Телерадо, компания «Гомель».